Так сказать, методологическим выводом, который возникает из анализов международных отношений, тенденций к развитию, является вывод о том, что одним из главных приоритетов дипломатии становится выработка объединительной повестки дня. Раз у нас парадигма международных отношений смещается в направлении сотрудничества, соответственно, дипломатия как средство политического решения международных проблем должна сосредоточиться на подготовке такой повестки дня для государств, для международных, как сейчас говорят, акторов, это может быть не совсем верно, всех участников международных отношений, к которым надо отнести не только государство, но и международная межгосударственная и недолгая межгосударственная организация, международная межгосударственная организация, гражданское общество, несомненно, тоже в форме народной, общественной, гражданской дипломатии, так и участвовавшей в этом процессе. Вот, опираясь на эти основные методологические и фундаментальные выводы, я постараюсь немножко сегодня остановиться более подробно на отдельных приоритетах России и внешней политики на рубеже 2-го десятилетия 21-го века. Несомненно, доминанты, которые присутствуют во всех внешнеполитических деятелях и действиях во всех акциях Российской Федерации, остается один важнейший императив, это создание и обеспечение максимально благоприятных условий для внутреннего развития Российской Федерации. Прежде всего, политическая, социально-экономическая, научно-техническая или, как бы, это комплексная модернизация в нашем обществе. Происходным результатом этих усилий должно стать обеспечение достойного места России в новом формирующемся мироустройстве. По главным направлениям развития международного сотрудничества, мне хотелось бы начать с того, несомненно, приоритетного для нас направления в нашей политике, которым остается уже многие годы и сейчас все более активно выдвигается в этот разряд, углубление широкомасштабного сотрудничества с нашими ближайшими соседями, партнерами и с Содружеством Независимого Государства. В прошедшем году на этом направлении были отмечены весомые результаты. Был создан, и с 1 июля начал практически функционировать таможенный союз Белоруссии и Казахстана и России. Наметилась реальная перспектива создания евразийского экономического сообщества или союза, пока еще терминологию не установилась, но, тем не менее, такая перспектива обозначена через создание соответствующего единого экономического пространства поэтапно, но обозначена вот эта стратегическая цель, чего до сих пор не было. Развивалась довольно активная координация и в рамках организации договора коллективной безопасности, и в рамках Еврозес на двусторонней, так сказать, ниве, в двусторонней сфере, несомненно, произошли серьезные и позитивные сдвиги в развитии партнерства с Украиной, Белоруссией, Казахстаном и в целом рядом других государств СНГ. В какой-то степени это ускорение можно отнести за счет того, что в минувшем году в России выполняла функции председателя СНГ. Но в действительности речь идет о том, что определенные количественные показатели, определенные объективные потребности ряда государств, членов СНГ, продиктовали необходимость принятия уже серьезных политических решений. Антиполитические решения предполагаются сейчас в жизнь то, что называется уже на прочной юридической международно-правовой основе. Другим, несомненно, важным направлением нашей внешней политики в минувшем году и напряжающей перспективе останется российско-американские отношения, вы помните, что относительно недавно американская страна была предложена такая же наглядовка перезагрузка этих отношений. Как мы относимся к этому образному выражению, это наше дело. Вы можете по-своему это воспринимать. Но, тем не менее, целый ряд признаков говорит о том, что отношения приходят в норму. Но отношения приобретают именно характер прагматического партнерства по объединительной повестке дня, о которой мы сегодня говорили. Вот наиболее ярким свидетельством этого явился недавний обмен ратификационными грамотами на Мюнхенской конференции по безопасности, где министр иностранных дел России Лавров и госсекретарь Клинтон обменялись такими документами по договору о сокращении стратегических наступательных вооружений. По-английски он называется «Старт», по аббревиатуре, а у нас «СНД». Этот договор замечательный даже не тем, что там обреждены какие-то потолки относительно невысокие, как для количества носителей, так и для ядерных поигоголок. Но главное то, что это был договор, подписанный впервые, практически впервые после. Вот в этом 21-м веке это совершенно однозначно. В этой сфере перестали действовать какие-то российско-американские договоренности еще полгода назад. И то, что сам по себе этот документ появился, то, что он был довольно оперативно рассмотрен высшими законодательными, структурами в обеих странах, причем каждая из них высказывала какие-то свои договорки, предложения, но тем не менее процесс был доведен до логического завершения. Само по себе это свидетельствует о том, что логика, парадигма сотрудничества, она пробивает себе дорогу даже там, где, в общем-то, она на некоторое время исчезла. Кроме того, в рамках тех же отношений были неплохие достигнутые результаты, причем они являются взаимовыгодными. Был введен действие договора о сотрудничестве в мирном использовании атомной энергии, согласованы условия вступления Российской Федерации в РТУ в Соединенные Штаты, что состоит на самом деле серьезным фактором для решения этой уже давно затянувшейся проблем вступления России в Российской Федеральной Торговой Организации. По многим другим сферам есть позитивные результаты, в том числе, например, был согласован транзит, прямой воздушный транзит через северный полюс американских грузов для контингента в Афганистане. И целый ряд других вопросов, которые сейчас, наверное, не стоит перечислять, но среди них есть немало серьезных проблем, таких как не распространение ядерного оружия, включая иранскую ядерную программу. И, наверное, немаловажно это взаимное согласие с тем, что надо пересмотреть стратегическую концепцию взаимоотношений между Россией. Но к этому вопросу мы еще вернемся чуть позже. А пока я бы сказал несколько слов о другом важнейшем направлении международных усилий Российской Федерации, которая наметилась уже несколько лет назад и будет продолжаться. Это работа по российской инициативе, выданной президентом Дмитрием Медведевым, о заключении договора о европейской безопасности. Эта тема, я думаю, намного более понятна и близка для Молдавии, для молдавской аудитории, поскольку непосредственно касается вопросов обеспечения безопасности на европейском кандидате. Параллельно с серьезной дискуссией, развернувшейся по этой теме, сама инициатива была выдавлена еще в 2008 году, но долгое время воспринималась несколько абстрактно. Сейчас разговор по этой теме развивается в разных форматах, как официальных в рамках ОБСЕ, различных как фото и видеофорумах, так и на экспертном уровне, в других форматах. Разговор начался уже серьезный. Напомню вам, что основная идея договора заключается в том, чтобы сделать поразглашенные многократно в различных межгосударственных документах, начиная с Хельсинского заключительного акта 1975 года, заключительного акта Хельсинского соглашения о безопасности сотрудничества в Европе, и кончая множество других документов в периоды 80-90-х годов принципа неделимости безопасности. Эта общая формула подразумевает, что безопасность ни одного государства не должна строиться за счет, то есть ущерба безопасности другого государства или группы государства. Как выяснилось, об этом не раз упоминали руководители Российской Федерации, в декларативном плане все с этим принципом согласны, но вот превратить это в обязательные юридически обязывающие договоры, наши западные партнеры, вовремя образом, поддерживаются до сих пор. Думаю, что эта тема представляет прямой интересы тема в Тарии, и констатируется, к сожалению, что до сих пор развернутся ответы на наш проект договора, который я лично передал исполняющим обязанности президента Молдавиа, еще в конце ноября, позапрошивая 2019 года, мы пока не имеем. Тем не менее, эта инициатива, там в договоре еще, чтобы у вас была ясность, еще предусматривается механизм консультации, когда вырушается вот этот принцип неделивости безопасности, и все, в сущности, в нашей инициативе ничего там другого нет. Мы никогда не наставили на том, чтобы наш проект стал обязательно конечным итоговым, конечным итоговым, текстовым итоговым документам. Мы приглашаем всех партнеров к обсуждению, к дискуссии. Вот такая дискуссия развернула. С этим, несомненно, связан вопрос о превращении ОБСЕ в универсальную региональную организацию в Евро-Арлантическом Тарстанстве, которая в соответствии с уставом ООН должна стать партнером организации ООН. Вы знаете, если кто внимательно читал ООС, там такое есть положение о том, что ООН сотрудничает региональной организацией на сфере безопасности и поддержания международного мира и так далее. Вот единственной универсальной межгосударственной организацией в этом плане на нашем критике является организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, ОБСЕ. К сожалению, эта организация до сих пор не имеет свою уставу, действует на основе деклараций, которые в одной из них я применал, выключить на кельку совещания других документов. Однако, как межгосударственная организация, она до конца не оформлена, не легализована, если хотите, не институировалась в соответствии с нормами международного права. Российская Федерация еще несколько лет назад внесла на рассмотрение ОБСЕ проект устава этой организации. До сих пор серьезной дискуссии на эту тему не завязалась. Кроме того, у нас есть серьезные замечания в деятельности ряда институтов ОБСЕ, которые не распространяют свои... Во-первых, они не имеют зафиксированных и утвержденных соответствий с нормами ОБСЕ, которые предполагают консенсусное решение всех серьезных вопросов, не имеют своих уставов, не имеют своих правил в деятельности. И в таком случае они сосредотачивают свою деятельность на определенных регионах, как говорят, пространства от Ванкувера до Адалия, полностью игнорируя ситуацию в других таких регионах. Она ждет этого неудовлетворительной ситуации. Российская дипломатия будет продолжать работу над этой деятельностью. Немало усилий в прошедшем году, и они будут продолжены, было предпринято с тем, чтобы вывести из ДТК ситуацию вокруг договора об обычных вооружениях в Европе. В русской агрегатуре это звучит как «ДОВСЕ» или «ДОВСЕ» некоторые говорят. В 2007 году, если вы помните, Россия объявила односторонним мораторий на выполнение своих обязательств по адаптированному договору. Мы исходим из того, что мы выполнили все свои так называемые «стамбульские обязательства» по этому договору. В Стамбуле, как вы помните, было подписано как раз соглашение об адаптировании изначального договора, подписанного еще в 1989 году, до того момента, когда перестала существовать парадигма холодной войны в Европе, подписанного еще тогда, когда на континенте противостояли друг другу два военно-политических блока – НАТО и организация «Варшавского договора». Что касается конкретных истамбульских обязательств, которые здесь вспоминаются, они вспоминаются, как правило, только в узком смысле этого слова по поводу вывода вооружения и военной техники из Республики Молдова. Только не ели, кстати.